Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Bambi, в этот раз мы в DCS World, и это у нас обзор модуля F-15E Strike Eagle. Да, у меня уже был стрим, с первым взглядом, этот летательный аппарат, но, во-первых, я подумал, что далеко не у всех будет желание смотреть длинную запись стрима продолжительностью в час сорок, но, во-вторых, что лучше сделать полный обзор модуля и рассказать о всех его особенностях, которые реализованы на данный момент, чтобы помочь зрителям определиться с выбором, стоит этот самолет вообще покупать или нет. И начнем с того, что F-15E, это американский двухместный истребитель-бомбардировщик, основной задачей которого, как можно догадаться, является поражение наземных целей при помощи бомбового вооружения, как управляемого, так и неуправляемого. Но при этом и в воздушном бою самолет может неплохо за себя постоять, на самом деле, за счет хорошего вооружения воздух-воздух, а также мощный РЛС. Так что данный летательный аппарат может выполнять сразу несколько задач на поле боя, что уже будет плюсом для многих людей, как мне кажется. Ну а теперь давайте заценим кабину самолета, посмотрим, что тут разбамы сделали. Да, кстати, данный модуль создан студией разбам, я забыл упомянуть. И кабина, стоит отметить, очень красивая, аутентичная, в меру, скажем так, обшарпанная, именно так, как мне нравится. Ну, вы знаете, когда кабина модуля выглядит так, будто самолет долгое время был в эксплуатации, и им реально пользовались. Ну а теперь давайте заценим кабину второго пилота. И тут, в принципе, все тоже на высоте, я бы сказал. Точно так же выглядит. Графонисто, аутентично и в меру обшарпанно. Шикарно, в общем, я прям одобряю кабину этого модуля. Вот посмотрите на эти мониторы, они прям видавшие виды. То есть, да, то, что кабина не выглядит такой идеально глянцевой, это отдельный плюс, как по мне. В общем, отлично. Ну да ладно, хватит кабины разглядывать, давайте продолжать. А вот так самолет выглядит снаружи, тоже довольно красивый, как по мне. Давайте его как следует рассмотрим. На рулении F-15E управляется довольно типично для натовских самолетов. То есть, управление самолетом на рулении производится при помощи педалей и управляемой носовой стойки. Ну а торможение осуществляется при помощи раздельных колесных тормозов. Тут, в принципе, без сюрпризов. Блин, а хороша все-таки кабина с самолета. Не могу еще раз не посмотреть на нее. Разбамы тут, конечно, отличились. Кабина прям графонистая. Да, кстати, графонистая кабина. Лично у меня сложилось впечатление, что это замечательная графонистая кабина F-15E. Довольно-таки плохо оптимизирована. Потому что, когда я летал на F-15E на стриме, у меня был довольно низкий FPS. При том, что, когда я стримил другие модули с точно такими же настройками графики, никаких просадок FPS у меня и в помине не было. Так что, владельцы модуля F-15E, отпишитесь в комментариях, это на моей стороне проблемы или модуль реально плохо оптимизирован. Касательно взлета, тут ничего особо сложного. Единственное, только учитывайте то, что самолет очень резко задирает нос при отрыве. Если сильно тянуть ручку на себя, то можно шарахнуться двигателями об полосу. Так что, при поднятии носовой стойки, ручку на себя нужно брать буквально чуть-чуть. В избежание неприятных ситуаций, скажем так. Так, а в остальном ничего особо сложного тут нет. А, и после отрыва от полосы не забывайте перетримировать самолет для прямолинейного полета, поскольку на взлете он очень сильно затримирован на кабрирование. А теперь давайте я вам расскажу про моменты, которые могут быть довольно критичными при покупке модуля. Ну, во-первых, самолет обладает очень внушительной бомбовой нагрузкой, что, в общем-то, неудивительно, с учетом того, что это истребитель-бомбардировщик, как я уже говорил. Но при этом, одновременно с подвеской вооружения воздух-земля, есть возможность подвешивать и вооружение воздух-воздух. Что может быть очень полезно в случае, если при штурмовке на вас нападут истребители-неприятели, например, и вам придется отбиваться. И, само собой, ракеты воздух-воздух также будут очень полезны как и против штурмовиков, так и против вертолетов-неприятеля, с которыми также можно столкнуться в ходе нанесения ударов по наземным целям. Так что, да, возможность одновременной подвески вооружения воздух-земля и воздух-воздух это однозначный плюс, естественно. Также очень важным моментом является то, что F-15E обладает очень большим запасом топлива, поскольку у самолета есть конформные топливные баки, также имеются и дополнительные подвесные топливные баки, благодаря чему F-15E может осуществлять перелеты просто на огромное расстояние. Ну вот смотрите, сейчас у меня на борту находится примерно 30 тысяч фунтов топлива, и если переводить в нормальную систему счисления, это примерно 14 тонн. И это с учетом того, что я не взял подвесной подфюзеляжный топливный бак, так бы топлива еще больше было. Так что я думаю, возможность осуществлять перелеты на большие расстояния и вот вообще не париться о топливе, это будет для многих людей плюсом, как мне кажется. На том же F-16C, который является легким истребителем, ты постоянно думаешь о том, сколько у тебя топлива осталось. Но тут нужно учитывать то, что F-15E, являясь по сути баржей с топливом, и маневрирует с грацией баржи, которую спустили по заснеженному склону горы Фудзиямы. Такая вот у меня аналогия, еще и второй туловище с нами путешествует, и вторая кабина явно не делает этот самолет легче. Так что просто избегайте вступать в ближний воздушный бой, когда вы летаете на этом модуле. Но при этом стоит отметить то, что F-15E это очень быстрый самолет, как и все F-15E, так что он может служить очень неплохим средством скоростной доставки демократии адресату. Ну и в случае необходимости может так же быстро удрать от истребителей неприятеля, что тоже является плюсом, как по мне. Ну а касательно пилотажа, в первую очередь стоит упомянуть то, что самолет очень резко управляется по каналу тангажа. Дельфинчик, то есть ты чуть-чуть даешь ручку по тангажу, и самолет сразу же резко дергается. Ну и о данной особенности стоит постоянно помнить. Вполне возможно это происходит из-за работы рамп воздухозаборников. Вот вы можете наблюдать, и рампы управляются автоматически. Ну а касательно маневрирования на F-15E, как я уже сказал, это баржа, которая быстро сливает скорость на маневре и крайне хреново держится на малых скоростях. Конечно, можно снять вооружение, слить топливо, но это уже натягивание несчастной совы на глобус. Да и в любом случае самолет сам по себе очень тяжелый, просто за счет двух кабин. Но есть и положительные моменты в плане управляемости, потому что F-15E, как и прочие F-15E, отлично управляются на высоких скоростях около сверхзвуковых и сверхзвуковых. Давайте я вам даже это продемонстрирую, разгоняясь до сверхзвуковой скорости и начинаю разворот с полной боевой загрузкой. Тянем-потянем, и как вы можете заметить, разворот выполняется очень бодро, с высокой перегрузкой. Да, чуть-чуть потряхивает, но это и неудивительно, с учетом того, что у меня сейчас полные баки и еще и бомбы подвешены. К примеру, тот же Су-27 на сверхзвуке довольно сильно затяжеляется, стоит отметить. А вот F-15E прекрасно себя чувствует на такой скорости, поэтому тактика ведения воздушного боя на нем, это на максимальной скорости отстреляться 120-ками, дождаться активации ГСН, после чего отвернуть и сразу по тапкам на максимальной скорости, потому что это очень быстрый самолет. Ну и понятное дело, никакого ближнего воздушного боя. Также стоит отметить то, что F-15E довольно сильно напичкан разной электроникой. К примеру, у него очень неплохой автопилот в режиме навигации. Давайте продемонстрирую вам. Типа, ты просто врубаешь автопилот в режиме удержания высоты и в режиме следования на ППМ, и все. Самолет, в принципе, сам осуществляет полет на ППМ, а тебе делать ничего не нужно. Единственное, только рудом задай необходимую скорость и все. После этого можно расслабиться и выпить чашечку кофе, например. БК-самолет, по сути дела, сам осуществляет полет на ППМ. Также на F-15E имеется система на FLIR, как вы можете наблюдать. Данная система необходима для полета в темное время суток. Работает она при помощи контейнера Lantirn. И изображение с контейнера транслируется либо на IELTS, либо на монитор. Тут уж как вам удобнее будет. А так, в целом, очень даже неплохая система. Довольно удобная, чтобы не летать ночью в ПНВ, как на том же Кабане, например. Либо в ПНВ ты ни приборы, ни мониторы не разглядишь. Ну а при помощи на FLIR, вот я дома вижу, горы, леса. В принципе, изображение очень качественное и помогает в полете. Также на F-15E имеется радар для полета с огибанием рельефа местности. Довольно любопытная система, которая, кстати говоря, тоже работает при помощи контейнера Lantirn. Поэтому он в обязательном порядке должен быть подвешен, если вы хотите этой системой пользоваться. Ну а так, на этом мониторе у нас выводится информация с радара, линия вектора скорости, рельеф местности. А вот тут мы можем наблюдать, как вектор скорости пересекается с рельефом местности. И это не то, что нам нужно, потому что это означает то, что мы в горы впилимся. А еще эта система служит для того, чтобы автоматически уводить самолет с опасной высоты. Давайте я даже продемонстрирую вам. Специально не буду трогать управление. Вот даже индикацию вывел. Давайте отжимаю паузу. Лечу на гору, типа пилот у меня задремал, приуныл, гору не видит. Ну мало ли что. Потому что эта система, по сути, нужна для полета на малых высотах в сложных метеоусловиях. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. А если система не сработает, то мы с вами хотя бы посмеемся дружно. Диэкс. И что? О, обстакал охет. И система меня автоматически уводит. Кстати говоря, она в том числе и с автопилотом работает. Автопилот тут довольно продвинутый, как я и говорил. Ну вот как-то так. Очень интересная система. И я рад, что она реализована. Прям с удовольствием показал вам ее. Ну и да, гайд по системе полета с огибанием рельефа местности будет. Как и прочие гайды по самолету F-15E. Я их буду заливать на свой бусте. Так что переходите и подписывайтесь. Ссылка на бусте в описании под видео. Ну да, на F-15E прям очень много всего реализовано, стоит отметить. Ну а теперь давайте я вам поведаю о том, что не реализовано на модуле на данный момент. И больше всего лично меня печалит то, что не реализован даталинк. А без даталинка я даже близко не подойду к онлайну DCS. Вдобавок к этому на данный момент не реализованы некоторые образцы вооружения. К примеру, ракеты EGM-65 Maverick, которые по сути дела являются основным противотанковым вооружением этого самолета. Также не реализованы нашлемный целеуказатель и ракеты для ближнего воздушного боя AMDX. Ну да, девятки этому самолету не особо-то и нужны, как мы уже выяснили. Но вот наша шлемка для работы по наземным целям на самом деле бы пригодилась, как тому же Кабану, например. Там она очень сильно помогает. И вдобавок к этому не реализован искусственный интеллект второго пилота. В отличие от того же F-14, например, где есть джестер. Хотя, конкретно на F-15E это не такая уж и большая проблема, потому что большинством систем можно управлять из первой кабины самолета. Так что скакать по кабинам приходится не часто. Ну и стоит отметить, что список нереализованных фич не такой уж и большой. Все это будет добавлено со временем. Так что, как по мне, разбамы проделали очень хорошую работу. Да, кстати, чуть не забыл рассказать вам про РЛС в режиме воздух-земля. И суть в том, что данный режим радиолокационной станции на этом модуле реализован прям очень хорошо. И очень детально проработан. Я одобряю, как разбамы это сделали. Так что РЛС на F-15E реально помогает в поиске наземных целей. Давайте я вам даже сейчас это продемонстрирую. Цели на данный момент находятся где-то в районе первого ППМа. И в район первого же ППМа мы будем зумить изображение РЛС. Да, это некоторое время занимает, так что придется подождать. Ну вот, зазумилось наконец. Тут мы можем наблюдать первый ППМ. Речка какая-то. Дорога, целеуказатель на ППМе. И, собственно говоря, группа целей, которую можно разглядеть довольно отчетливо. Так что да, изображение с РЛС весьма четкое, стоит отметить. Давайте наводим целеуказатель на группу целей. И ставим на них целевую метку. А, стоп, чуть не забыл. Режим Target. Вот теперь ставлю целевую метку. Появилась надпись Designate. И прицельный контейнер автоматически наводится в район целевой метки. Давайте зазумлю изображение. И мы уже можем наблюдать группу целей. Ну и так, когда с РЛС работаешь, то реально себя ощущаешь врачом, который УЗИ делает, как кто-то пошутил на стриме. Ну да ладно, отжимаю паузу и лечу в район целей. Хм, я уже довольно близко к целям. Давайте переставим целевую метку точно на БТР при помощи прицельного контейнера. Тик. Ну вот так, думаю, нормально. Тоже появилась надпись Designate. Только в этот раз цель задезигнейчена прицельным контейнером. Мне, кстати, знаете, что еще нравится? То, что прицельный контейнер не идеально стабилизирован относительно земли. То есть вы можете наблюдать эти покачивания и перемещения. Что тоже является хорошей проработкой. И подобное внимание к мелочам не может не радовать. Так, ладненько. Кнопку сброса зажал. И ГБУ-12 сошла. По цвет лазером включается автоматически. Давайте я еще скорректирую, куда прицельный контейнер смотрит. Пожалуй, бомба летит. Летит. Бабах! Есть попадание. Ну, пока Маверики не завезли на этот модуль, приходится кидаться ГБУ-хами. Доступны как с лазерным наведением, так и инерциальные. Ну, а касательно ведения дальнего воздушного боя. Смотрите. Самолет может нести до 8 ракет АИМ-120 на борту. Также на самолете установлена очень мощная радиолокационная станция, которая позволяет обнаруживать цели с большого расстояния. И вдобавок к этому на F-15E используется режим Track Wild Scan, в котором можно обстреливать аж до 8 целей одновременно. Ну, по числу ракет на борту. Так что да, в ведении дальнего воздушного боя этот самолет прям очень хорош. Опять же, главное только в ближний бой не лезть. Текст, давайте. Главный включаем. Левый монитор активным сенсором. Перехожу в режим Track Wild Scan. Захват. Отлично. Я смотрю, два бота на Су-27 пошли в набор высоты. Тоже, пожалуй, в высоту наберу. Да, кстати, пока меня в DCS не было, я смотрю, R-27R неплохо так апнули, поскольку сейчас они очень быстро летают, и против эрек нужно быть крайне осторожным. Потому что если ты не будешь осторожным, то эту эрку просто лицом словишь еще до активации ГСН своей 120-ки. Раньше такого точно не было. И особенно это актуально для боев на больших высотах. В таких условиях R-27R летает прям очень быстро и представляет большую угрозу. Кстати, об угрозе уже захватывают. Стреляют. Убивают. Давайте тоже отстреляю 120-ками. Пуск по первой цели. Пуск по второй. Так. ГСН обеих ракет активно. И сразу выполняю отворот, поскольку я уже говорил касательно осторожности. Так. Ну что? Давайте посмотрим. Первый Су-27 поражен. Второй Су-27 поражен. Ну вот как-то так. Типичный геймплей на 120-ках. И в этой роли F-15E себя очень хорошо показывает. В общем, прикольный модуль на самом деле. С очень красивой кабиной. С довольно любопытными и неплохо реализованными механиками. Способный как поражать наземные цели, так и вести дальний воздушный бой. Причем очень даже эффективно. Также на модуле F-15E реализован мультиэкипаж. О чем я, кстати, забыл упомянуть. Так что, если у вас есть Друган, который летает в DCS, то вы сможете вместе с ним полетать в мультиэкипажи на одном самолете. Ну а те фичи, которые пока что не реализованы на модуле, их, я думаю, добавят со временем. Так что, всем любителям натовских самолетов, я бы рекомендовал данный модуль к покупке. Тем более, сейчас распродажа идет в магазине DCS. Единственное, вы только учитывайте, что этот модуль довольно сложный в освоении, и нахрапом изучить его не выйдет. Ну а так, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было вам интересно. Подписывайтесь на Boosty. И всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok